Сейчас такое мнение существует, что мир — это голограмма, кем-то созданная для людей, что это все ненастоящее, эмоции ненастоящие, и все вообще, и боли ненастоящие. Созданная кем-то, зрение ненастоящее, ощущение тепла, холода, в общем, все, что мы видим, ощущаем, все это голограмма, холод там, все такое, кем-то созданная. Есть вторая версия, что не кем-то созданная, а созданная самим сознанием, что вообще даже кто далеко зашел в этом вопросе, вообще считают, что и людей вообще не существует, существует только одно сознание, или... Бог создал для одного сознания голограмму всех иллюзий, что есть кроме одного человека еще кто-то, или само сознание индивидуальное создало то, что тебя больше, чем один, и создает. Вот, ну, как само по себе голограмму, это реальность, воспроизведение реальности, там есть и свет, и аппаратура, это часть реальности. То я склонен вообще думать, что и голограмма реальность, и невидимый мир тонкий реальность, и плотная реальность, все реально. В отличие от тех, кто считает, что все нереально, я считаю, и нереально это реально, и реально это реально. Потому что и то происходит в жизни, и другое, и нельзя вот так оправдать, что это игра разума. Я так думаю, потому что пусть даже если так принять за веру, что все голограмма, и все нереально, мы все равно никак на эту нереальность повлиять не можем. Она для нас идет, и все, а если и тогда теория то, что нереальность создана кем-то высшим для нас, это более реальная нереальность, чем тем, что мы все сами создали своим сознанием, и не можем сами этим управлять. Но я считаю, что все реально. И воображение реально, и мысли, и представления, и этот мир, и не этот мир. И фантазия, это тоже реальность сознания. Все реально, и я, в общем, реалист. Очень прикольно, что по этой версии мира вообще нет. Отдельное сознание, если сознание прекращается, то прекращается и голограмма. То есть весь этот мир исчезает. Это я вам вспоминаю, там, что без Бога не может мир наш существовать. Это про Бога, можно так сказать. Если провести параллель, то мы часть сознания Божия, и без него мы не можем существовать. А из человеческого сознания мир может существовать. Но это вот именно та теория, очень известная в интернете.